Ситуация с формированием правящей коалиции сегодня такова, что на первый план выходят не столько политики, сколько юристы. Прежде всего, Конституционный суд. Вчера он запретил президенту выдвигать кандидатуру премьера, пока не будет избрано руководство парламента. Это означает только одно – если прошедшие в парламент партии не договорятся, законодательный орган будет распущен в установленные законом сроки. И теперь осталось совсем немного понять, что же это за сроки. А это, в свою очередь, никогда не было простым вопросом. Словом, все запутано, непонятно и весьма туманно. Просто мы находимся в Республике Молдова. И мне остается только добавить – добро пожаловать в молдавскую действительность. Здравствуйте! И сегодня разбираться с молдавской действительностью мне будут помогать юристы, эксперты в области права. Фадей Нагачевский, добрый вечер. Виталий Гомурарь, но еще и к тому же пресс-секретарь Демократической партии. Иван, здравствуйте. Ну что, в стране выросли цены на картофель, на топливо. Курс Лея нестабилен, а мы по-прежнему говорим о том, будет в стране коалиция или не будет. Вот уже и Конституционный суд высказался, наложив запрет на президентскую инициативу по выдвижению премьера. Вообще, вам аргументы Конституционного суда понятны были? Фадей. Ну, я читал очень внимательно решение Конституционного суда. В принципе, все довольно-таки ясно. Она написала, что в случае, если нет функциональных органов, в таком случае президент Республики Молдова не имеет права выдвигать кандидата на функцию премьер-министра. И Конституционный суд, как я понимаю, он и зашел из принципа эффективности вот этого акта выдвижения кандидатуры на премьер-министра. Потому что, если есть... Это так не должен быть формально, он должен быть эффективен. Он может быть эффективным в нескольких случаях. Первое. Обязательно должны быть сформированы органы. Если бы есть сформированы органы, в таком случае он же ведет какие-то дискуссии, он обязан ввести консультации с фракциями, парламентскими фракциями, для того, чтобы прощупать ситуацию, внутреннюю ситуацию политическую. Вы сейчас очень точно цитируете Конституцию. Консультироваться с парламентскими фракциями. Нет, так это написано и в решении Конституционного суда, что есть обязательность. Даже если парламент еще не функционален, все равно президент, обязательство консультирования фракции у него еще остается. И в таком случае либо есть мажоритет, который выдвигает свою кандидатуру, представляет кандидатуру президенту, либо через функциональные органы парламента президент предлагает свою кандидатуру, если нету этого мажоритета, для того, чтобы включился эта формула катализации, которая предусматривает, что даже если нету мажоритета, но президент предоставляет свою кандидатуру, и этот кандидат перед функциональным парламентом может все-таки убедить 51 депутата в таком случае, он избирается и гарантируется стабильность. Потому что Конституция Республики Молдова предписывает политическую стабильность. В принципе, досрочный выбор является исключением из правила. Правило означает, что должно быть стабильность. У меня даже господин профессор, он и мой профессор в университете. Я сейчас пишу докторскую диссертацию именно на то, что происходит в Конституционном суде с 2011 сюда. Потому что я тоже замечаю, что Конституционный суд флексибилизировал свой прецедент. Чувствительный, да? Более чувствительный стал и поменял свой прецедент. Он раньше был более апатичным насчет политических процессов. Сегодня он включается как юридический регулятор политических процессов для того, чтобы гарантировал конституционную стабильность. Многие элементы, многие решения, ну они противоречат моим концептам. Я считаю их где-то неправильным. Но если анализировать их, то можно где-то заметить какую-то логику во всем этом, что происходит. В конце концов, сегодня очень сложно судить, если изменение вот этой концепции Конституционного суда, она хорошая или нет для Республики Молдова. Это покажет история. Должно пройти время, потому что это все началось в принципе с 2012 сюда. Потому что до 2012, я говорю, Конституционный суд где-то там, он был нейтральной позицией занимал. Сегодня он пытается ввести политические силы в Конституционный рамки. А сегодня его обвиняют в излишней политизированности, в том, что он занимается не только толкованием Конституции, в том, что он занимает одну из сторон. И когда подсчитали число решений, которое было принято, то, как правило, 90% это было в пользу власти. Это я так. Это я узнаю, господа Беннадькова. Почему? Потому что Конституционный суд является одним элементом, скажем, структуры власти. И он всегда контролирует, как власть действует, и он высказывает свои решения, исходя из движения власти. Потому что власть это является базой государства, в принципе. Господин Гаммурар, меня учили, что у нас все ветви власти должны быть независимыми. Да, а уж если говорить об органе высшей юрисдикции, то здесь, наверное, должна быть вообще самая большая независимость. Вы как, согласны? И, естественно, я всегда был сторонником того, что, в принципе, я не вижу каких-либо проблем в том смысле, что когда говорят о том, что Конституционный суд является подвластным политическим или властью, или политическим партием. Потому что я исхожу, опять же, мы два юриста, поэтому мы в первую очередь ставим во главу закон и право, даже больше право, чем закон, потому что мы говорим о толковании вот этих норм. Я, как юрист-международник, я каждый раз провожу параллели между тем, что происходит в Республике Молдова, в данном случае Конституционный суд, и как работают международные судебные системы, и как работают Конституционные суды в других странах. Ну, в особенности я слежу за решениями Конституционного совета Франции. Я прочитывал даже вот последнее время решение Конституционного суда Румынии, там тоже некоторые вопросы возникали о том, что насколько правильно, неправильно. Вы знаете, вот я прочитывал сейчас комментарии, которые были после этого решения, и как после каждого решения. Мне интересны комментарии, которые дают юристы с именем, которые знают все. Тут для меня, например... Ну, вы сейчас будете про Осмакеску говорить. Кстати, он далеко не является приверженцем демократической партии. Это я сразу вам скажу. Да. Это мой профессор, я писал у него докторскую, я знаю его позицию, то есть он не ложится под власть. Но он то, что сказал, он сказал очень четко, очень правильно, и для меня это был неким аргументом. С другой стороны, конечно, у меня было свое мнение. То есть я каждый раз говорю, скажу из того, что решение Конституционного суда... И мне понравилась позиция президентуры в данном случае. Да, мы учитываем то, что сказал Конституционный суд, потому что это является основой демократического правового государства. Когда решение Конституционного суда выполняется, обсуждение или насколько это правильно и неправильно, то есть это должно делаться в научных целях. Потому что, например, некоторые решения Конституционного суда, с которыми я, как юрист-международник, например, по нейтралитету не совсем согласен, что там было сказано, но я не говорил о том, что критиковать это решение. Я исходил как теоретик. Вот где норма такая норма и такая норма. И при этом я говорил и с судьями в этом отношении, но я рассказывал свое мнение как научный сотрудник. То есть не как политики, не как юридический случай. Мне кажется, что этому суду предстоит еще очень много раз доказывать свою политическую неангажированность, потому что его состав, вы знаете, вызывает очень много вопросов. А если мы будем говорить о предшественниках этого Конституционного суда, то мне кажется, что не было столько нареканий, сколько в тот адрес, потому что вспоминали и отстранение президента временно, и очень много таких было, знаете, как вы говорите. Я бы сказала, все-таки даже не спорных, а вот недопустимых, наверное, вещей. Это не только я говорю. Говорят юристы с именем, которые точно так же все это анализировали. Давайте пока для вас, для телезрителей, процитирую председателя Конституционного суда, как он это все дело аргументировал, господин Михаил Пуалилунч. Невозможность проведения пленума парламента из-за отсутствия органа его созывающего подразумевает невозможность президента Республики Молдова назначить кандидата на пост премьер-министра. Несозыв заседания парламента для рассмотрения вопроса об инвеституре правительства, когда есть органы управления законодательного органа, приравнивается к отклонению запроса об инвеституре. Переведите. Значит, для того, чтобы понять, это является диспозитив решения. Для того, чтобы понять диспозитив, нужно всегда читать мотивированную часть решения. Вчера Конституционный суд, ну, не мотивированную часть опубликовал, но как минимум часть мотивации, которая будет использована. И там есть вот именно два сенсибельных элемента. Вы прочитали первый и второй олениат диспозитива решения. По первому олениату они сказали, что президент не может выдвинуть свою кандидатуру, пока не созданы органы, структуры парламента Республики Молдова. Также он на этом пункте пишет, что невыдвижение в таком случае не означает, что что-то является отказом парламента от принятия кандидатуры, которая может быть предоставлена президентом Республики Молдова. По-молдавски. Ну, если у формы Дереспиндери тачиты. Это означает, что у президента эти полномочия не отобрали. Они начнут действовать в момент, когда будут функциональные органы созданы в парламенте Республики. Вот с того момента, как я понимаю, вступает у президента активно вот эти компетенции. По второму оленя, то они говорят, что если парламент функционален и президент представляет свою кандидатуру, если они не собираются, парламентарии не собираются, то это означает, что это является форма отказа от кандидатуры, предоставленной парламентом Республики Молдова. Вот и тут я хочу объяснить, что исходит из этой ситуации, вот из этого решения Конституционного суда. Потому что тут есть и ясные элементы, но есть и не ясные. Ясность это о том, что президент может предоставить свою кандидатуру только тогда, когда парламент становится функциональным. Ну и вторая проблема, все-таки с какого момента начинает истекать трехмесячный срок для выдвижения кандидатуры. Это мой вопрос уже ближе к концу, потому что есть разные версии. И 9 число, и 21. Так проблема, что сейчас появился третий срок. Еще уже третий. И элемент это, что этот срок начнет истекать из момента, когда будет создан функциональный парламент. Вот тут тоже является проблема, когда все-таки начинает истекать этот срок давности. Говорила вчера с Михаилом Петраке, вы знаете, политик, он занимал пост главы администрации президента Лучинского и его главным юридическим советником. Как раз все эти вопросы президентской республики, вот он решал. И он говорит, как было, наверное, легко тогда, когда я работала. Говорит, ты знаешь, Люту, потому что было так все просто. Мы прочли, что вот президент выдвигает кандидатуру после консультации с фракциями. Вот Петр Кириллович пошел, проконсультировался. Правда, мы много премьеров успели за это время. Но так все было понятно. Я даже представить себе не могу, как они сейчас будут выкручиваться. Вот такое мнение. Оно вам как, близко? Очень понятно, потому что я, опять же, провожу параллели со своей профессией как юрист-международник. И когда, например, изучая практику каких-либо международных судов, то есть я уже это все знаю, говорю, ну да, это логично. Но потом ставлю себя на место тех, которые принимали решения, которые разрабатывали. Начиная с Нюрнбергского процесса, заканчивая международным судом ООН. И вот здесь то же самое, потому что в 90-е годы не было столько проблем, не было столько вопросов, которые задавались Конституционному суду. То есть это не означает, что нынешний состав Конституционного суда более политизирован или менее политизирован. Потому что и тогда были хорошие эксперты, и сейчас хорошие эксперты. Я не хотел бы каждый раз говорить о том, что один лучше или другой хуже. Но нужно учитывать, что время меняется. Есть новые ситуации. Политическая жизнь в Республике Молдома уже не та, которая была в 90-е годы. На сегодняшний день есть очень многие, потому что когда мы говорим... Понимаете, я иногда слушаю юристов, которые остались на уровне 90-х годов, и они сейчас не про господина Петра, и даже, боже упаси. Которые остались на том уровне, и цитируют, например, Конституцию, только из этого исходит для того, чтобы толковать. Современное Конституционное право, поэтому если, например, 15 лет назад никто не говорил о Европейском Конституционном праве, сегодня четко говорят Европейское Конституционное право. Если 15 лет назад не говорили о том, что из этого блока или составной частью является целый ряд решений Конституционного суда и так далее, то есть многие документы, сегодня это уже общепринятая норма. Это общепринятая норма во всех странах, по крайней мере странах, на которых мы равняемся. Это, кстати, и на Западе, и на Востоке. Ну вот знаете, когда Конституционный суд, один состав, он начинает отменять решение Конституционного суда другого состава, это я сейчас говорю по поводу президентской парламентской республики, то, что сделал этот состав, это, конечно, вызывает сомнения, согласитесь. Я вот сейчас одна, баба-яга, против, я напоминаю все грехи, потому что мне кажется, что это важно, потому что каждое решение этого суда вот сейчас рассматривают сквозь лупу. А вы знаете, я приведу один из примеров, например, Российской Федерации, не буду говорить сейчас про Францию и Западный мир, Российской Федерации, решение Конституционного суда, по которому они не признают верховенство решения Европейского суда, по правам человека. Я разговаривал с юристами-международниками российскими, своими коллегами, которые, в том числе те, которые разрабатывали Конституцию 23-го года Российской Федерации, где прописано верховенство международного права, они были первые, которые сделали. И они говорят, конечно, нам вот с той точки зрения, мы считали, что это хорошо, сегодня мы смотрим по-другому, но сегодня другое толкование есть. И раз Конституционный суд Российской Федерации принял такое решение, оно мне тоже не нравится, но это и есть решение, то есть они исходят из современных тенденций, вот это реалий. Поэтому и в Республике Молдова мы должны исходить из этого, потому что есть целый ряд новых направлений, целый ряд новых теорий, целый ряд более широкого толкования каких-либо конкретных норм, которые нужно учитывать. Да мы поняли, что этот суд может толковать вообще, может... Давайте я вам дам пример, что господин Гамураш сказал про Российскую Федерацию, я вам скажу про Европейский суд по правам человека. Скажем, был прецедент по поводу того, что госслужащие не подпадали под компетенцию Европейского суда по правам человека. Это длилось около 15 лет. После 15 или 20 лет Европейский суд поменял свою компетенцию, потому что он заметил, что где-то государство нарушает уже чрезмерно права госслужащих, и тогда уже Европейский суд сказал, что нет, уже и они должны подпадать под их компетенцию для того, чтобы уравновесить, сбалансировать ситуацию с правами госслужащих. Вот то же самое происходит и с конституционными судами в разных республиках. Не забывайте, мы молодая демократия, у нас активизировала сильно политика, и чем больше активизируется политика в данном случае, тем больше должен активизироваться и регулятор. Есть две теории, что конституционный суд либо становится пассивно, останавливается пассивно, и тогда политики могут привести республику непонятно в какой ситуации, либо конституционный суд, потому что многие критикуют из-за его политизирования, из-за неправильного санализма. Я исхожу из презумпции все-таки, что в конституционном суде находятся одни технократы. А я так не исхожу, потому что я просто помню, когда одного председателя конституционного суда, господина Пулбери, за некое политическое высказывание его попросили, его уволили с должности, если вы помните, а когда другой председатель конституционного суда, господин Тенасса, позволял себе политические высказывания, то это никто никогда не сделал никаких замечаний. Это вам в качестве примера. Я многие решения депозитного суда, с которым не согласен, могу высказать, что я не согласен с ними. Правильно. А это должно быть очень редко. А это у нас очень часто, к сожалению. С этим решением согласны далеко не все политики. Но это вас не должно удивить. Вот, например, партия действий солидарности. Вот это решение она назвала полным беспределом. Вот я могу вам зачитать, что мне нравится. Давайте вот мы разберем. В принципе, может быть, здесь тоже есть какая-то логика. Председатель парламента является всего лишь модератором пленарных заседаний. Во всем мире так. А его наличие или отсутствие, отпуск и так далее, ни в коей мере не отменяют положение Конституции, согласно которым правительство назначается голосами большинства избранных депутатов, а законы утверждаются пятью-десятью одним и более голосами. Этот суд не только расширяет конституционные положения, добавляя интерпретацию в Конституцию, но еще и выступает с нормами, которые противоречат тексту Конституции. В двух словах, это полный беспредел. Как отменил Конституционный суд конституционную норму по поводу того, что 51 человек должны проголосовать за премьер-министра. Никто не отменял эту конституционную норму. Просто Конституционный суд высказал по поводу того, что президент не должен просто формально предоставлять одну или другую кандидатуру. Президент должен эффективную кандидатуру предоставлять, которая имеет хоть малейшие шансы стать премьер-министром, для того, чтобы была прогарантирована стабильность Республики Молдова. Нельзя исходить из политической жадности, когда мы разговариваем по поводу государственного строя Республики Молдова. Любые досрочные выборы приводят к дестабилизации ситуации на территории Республики Молдова. Мы молодое государство. Любая дестабилизация приводит нас в зону турбулентности. Эта зона турбулентности ослабевает Республика Молдова, институты власти. Это очень и очень опасно для Республики Молдова, которая имеет сколько? 30 лет. Еще нету 30 лет. Еще нету 30 лет. Мы как это маленькие дети. Нам нельзя входить постоянно в зоны турбулентности. Мы потеряем государство, вот так виляя непонятно куда. Меня не удивляет, в принципе, такое решение. Я с уважением отношусь к юристу, который высказал это мнение. Но я на него смотрю не как на решение, на юридическую позицию. То есть не на господину Литвиненко, а на это высказывание. Это высказывание политика. То есть политическое решение. Ну конечно, ничего странного нет. Я, например, совсем не согласен с тем, что председатель парламента, мы привыкли назвать спикером, отсюда и... Старший депутат. Да, что он является якобы модератором и непонятно еще что. Давайте посмотрим по Конституции в случае невозможности исполнять свои обязанности главой государства. Кто исполняет эти обязанности? Ну спикер вначале. Простой модератор? Он первый. Простой модератор? То есть возникают вопросы такие. Поэтому я никогда не слышал, например, чтобы в Германии, во Франции, в Италии председатель парламента назывался просто старшим депутатом. Я слышал здесь у нас не один раз. Но это политические заявления, которые, в принципе, имеют право существовать. И я не собираюсь их критиковать, потому что это понятно. Это политическое поле, есть юридическое поле. Когда мы говорим о том, что конституционное... Вот толкование. Кто может давать толкование Конституции? Ну, естественно, только Конституционный суд. Потому что я провожу параллели, например, опять же, Фадей сказал про Европейский суд по правам человека. Кто 15 лет назад говорил о том, что Европейский суд по правам человека будет говорить о экстратерриториальном подходе при рассмотрении решений? То есть, когда иракские граждане обращались в Европейский суд против английских граждан, британских граждан, которые во время вооруженного конфликта после 2003 года... То есть, это был парадокс, это была новость. Межамериканский суд по правам человека также исходил из того, что у него есть своя компетенция, но он расширил, то есть, истолковал немного по-другому. То есть, это тенденции современного мира, когда... Я понимаю, что юриспруденция и право являются консервативной наукой. Одна из самых консервативных. И это одна из проблем, но и международное право в том числе. Но при этом, вот именно суды, и в данном случае Конституционный суд, является тем механизмом, который не должен делать статичным право, и то, что существует, для того, чтобы давать возможность отвечать и толковать, исходить из тех позиций, которые есть сегодня. Это, кстати, вот если Международный суд ООН, когда его рассматривает, он же говорит о том, что хотели сказать отцы-основатели организации Минонных наций при принятии устава ООН. Но с сегодняшней точки зрения. То же самое происходит. Вот консультативные заявления, которые делает Международный суд. Я каждый раз, и по Европейскому суду, я каждый раз считаю отдельные мнения. Для меня часто интереснее является отдельное мнение судей некоторых, потому что они тоже аргументированы. Для того, чтобы видеть, насколько разные школы, юридические школы, насколько они пытаются разъяснить и привести, довести до сведения, что вот такова позиция. Через пять лет, например, когда будем рассматривать решения сегодняшние, они будут за основу браться уже. В дальнейшем, в принципе, и при обучении студентов. 20 лет назад или 15 лет назад, когда наши судьи знали применять практику Европейского суда права человека по различным критериям? Такого не было, потому что те, которые обучались в советское время, не знали, что это такое. Те, которые начинали в 90-е годы, опять же, потом не знали. Но сегодня это уже в обязательном порядке. Те, которые готовят на судей, они проходят через это. Поэтому проводить параллель. В конституционном суде есть специалисты, которые работают, которые рассматривают практику всех стран, которые исходят и указывают, как было там принято, как было там принято. Кстати, очень многие страны, которые работают, мало о чем говорят. Есть практика Креция, очень богатая. Есть практика малых государств, есть практика Чехии, на которую та же ссылается. Балтийские страны, которые исходят из своего видения. И это все нужно истолковывать, но не политически. Я в первую очередь являюсь юристом, уже во вторую очередь являюсь пресс-секретарем. Но я каждый раз стараюсь не забывать о том, что я юрист, юрист-международник. Поэтому я исхожу по таким вопросам, я исхожу из позиции права. И вот, потому что я привел господина Смакетского, он специалист в конституционном праве и в международном публичном праве. И вот у него видение более широкое, потому что он совмещает международное и конституционное право. Чем занимаюсь я сейчас? Поэтому я не согласился с таким решением. Когда политики говорят, это одно. Когда юристы становятся политиками, это другое. И когда говорят юристы-специалисты, это третий вопрос. Вот я всегда прислушаюсь к третьей позиции. Вот я отслушаю вас и понимаю, что на самом деле все это, конечно, очень интересно. Но то, что касается международного права и его политизированности, то как раз сейчас, на мой взгляд, мы переживаем такое время, когда международное право показалось, что оно отнюдь не одинаково для всех. Когда один прецедент в отношении Косово считается и международно признанным, и считается понятным, а другой прецедент в отношении Крыма, это считается... Абсолютно разная вещь. А вот некоторые считают, что это одинаковые вещи. Не только не юристы-международные права. Это считают юристы, которые далеко раз видели в жизни учебник, где написано международное право. Это отдельная тема, я могу часами об этом говорить, привести резолюции Совета Безопасности, как было по Косово, как было по Крыму, а право оккупации действует, четко международное право горит. Это регламент 1907 года, конвенция 1949 года. То есть, на ваш взгляд, двойных стандартов не существует? Не существует. В данном случае я вам завидую, если вы так считаете. Хорошо. Раз вы затронули политический аспект, я тоже вам отвечу в плане того, что демократов, понимаете, тоже упрекнули в заинтересованности в этом моменте. Ну, смотрите. Есть премьер-министр, исполняющий обязанности, даже, наверное, правильнее некоторые считают юристы, говорить сейчас. То есть, он, наверное, не полноправный уже премьер-министр. Зачем? Судар 15-го года, который четко гласит до какого момента премьер-министр исполняет свои обязанности. Да, но он не считается абсолютно полноправным. Он не может делать то, что подписывает, принимать определенные на заседании правительства определенные документы. Это так. Есть определенные ограничения. Так вот, есть у демократов Павел Филипп. Зачем им рисковать? Вот, Фадей, давайте поразмышляем. Так враги ваши думают. Зачем демократам вот сидеть, что-то там придумывая, что президент приходил еще с какими-то там кандидатурами, а вдруг возьмут и те, кто совсем не хочет распуска парламента, возьмут и с дуру, как они говорят, проголосуют. Это что будет? Это будет ужас ужасный. Вы согласны с тем, что в принципе есть политическая заинтересованность демократов в этом вопросе? Я согласен с тем, я могу сказать, что каждая из партий, из тех партий, которые находятся в парламенте, приняла во внимание решение Конституционного суда и должна его исполнять. Довольны одни или другие, это другой вопрос. Мы не высказывались о том, что мы довольны этим решением или недовольны. Мы признаем решение Конституционного суда как должное. А как вы полагаете, вы разве не можете быть довольны тем, что остается премьер-министр и представитель демократической партии? Мы не довольны тем, что может быть хаос в государстве, что нет стабильности. И в принципе, это все, потому что вы начали с первых минут, начали с тем, что картошка подорожала, чрезвычай подорожала. Кстати, да. Бензин подорожал. При Павле Филиппе ведь люди скажут. Скажут, вот что происходит. Может быть, время как-то подумать, что делать. А такие вещи всегда происходят завтра, что нет. Поэтому демократическая партия, которая последние три года взяла на себя ответственность, она, конечно, заинтересована в том, чтобы как можно быстрее было сформулировано большинство, чтобы был функциональный правительство. И в премьере в этом тоже. Мне кажется, это не выговорить, это я сейчас говорю, потому что мне, конечно, заинтересована партия в том, чтобы был человек, который вместе с демократами прошел, что называется уже, Крым, Рым и медные трубы. Крым я сейчас не имею в виду. Господин Магачевский, как вы считаете, вот здесь есть какая-то определенная политическая заинтересованность? Ну, в любом случае, любая партия должна рассматривать, опять же, сказал господин Гамураль по поводу этого решения и понимать, как оно ей выгодно, это решение. Краткосрочно может быть демократам она и выгодна, исходя из того, что ихний премьер-министр остается и нету досрочных выборов. Краткосрочно. Но долгосрочно это не может им быть сильно выгодно, потому что, как сказал опять же господин Гамураль, у нас появляются какие-то элементы хаоса, неконтролируемые элементы, которые может контролировать и стабилизировать ситуацию, только стабильное правительство. Если внутренний рынок, как там можно вот эти цены где-то поиграть с ним и простабилизировать, у нас есть проблема по внешней политике, и мы не сможем ни открыть внешний фонд, ни чего сделать по внешней политике, пока у нас не будет стабильного нового правительства Республики Молдова. И это является проблемой и для демократов, и для всей Республики Молдова. И я не думаю, что кто-то радуется этому решению. Это решение должно быть катализатором, объяснением всем, что надо садиться и создавать стабильного правительства для того, чтобы не дошли до какого-то хаотичной ситуации на территории Республики Молдова. Я приверженец опять же той теории, что досрочные выборы нам не нужны. И эти досрочные выборы должны быть по максимуму исключены. Партии должны сделать все возможное для того, чтобы этих досрочных выборов не было. уже 90% в его прогнозе появилось. Господин Гамурарь, вы с уважением относитесь к мнению другого экс-председателя Конституционного суда? Я говорю сейчас о господине Пушкаше. Естественно, то есть я в принципе к каждому бывшему суде Конституционного суда, весь состав, я многих знаю лично, многих знаю уже, когда был студентом или после окончания. Естественно, то есть это специалисты... Я хочу сейчас, чтобы мы послушали его комментарий в отношении того, что мы спросили этого уважаемого юриста. Вообще вот все это после того, когда в стране состоялись парламентские выборы и были предприняты определенные шаги и были высказаны многие предложения в юридической сфере, мы попросили его оценить. И вот что мы услышали в ответ. Давайте послушаем. Я прошу режиссера. Предложения, которые сделаны блоком АКУМ, блоком АКУМ, как они могут быть приняты в Республике Молдова? Да никак. Ни одна, так сказать, ни одна политическая форма, которая вошла в парламент, не может согласиться с методами, предложенных блоком АКУМ. Почему? Потому что они стоят над Конституцией. Они отметают в сторону Конституцию. Поэтому я и говорю, что надо отойти от этого принципа, что якобы закон не столб, его не перепрыгнешь, а обходить можно. Нет, нельзя обходить. А партия социалистов и, так сказать, после выборов с самого начала провозгласила, что необходимо идти конституционным путем, то есть соблюдать Конституцию, то есть создавать рабочие органы, фракции, значит, избрание председателя парламента, избрание постоянного бюро, избрание парламентской комиссии и других необходимых органов, чтобы парламент функционировал. Как он сказал, закон не столб, его не перепрыгнешь. Я даже записала. Очень неинтересно у него такой толк. Традиционный, да? Студенты хорошо знают, потому что, особенно 90-е годы, когда профессора вот такие фразы бросали, говорят, но в любом случае вы должны помнить, что закон, или я каждый раз говорю, право, потому что закон иногда может быть... Да, я помню, у меня тоже в институте учили закон, что дышло, куда повернешь, А вот право, потому что там в принципе в основе есть очень другое. Ну да, а еще я знаю два юриста, три мнения, ну можно долго продолжать. Вам как комментарии господина Пушкаша? Ну, господин Пушкаш в принципе согласен с решением Конституционного суда. Он высказал, так я понимаю, нейтральную позицию по поводу решения Конституционного суда. Он в принципе был согласен с тем, что сказал и господину Смокеску. И он опять же исходится из принципа эффективности выдвижения вот этой кандидатуры президентом Республики Молдова. Я просто себя спрашиваю, вот нет парламента функционального. Ну, приходит президент и представляет кандидатуру X. Кто собирает этот парламент? Как собирается этот парламент? Кто голосует? Вот это непонятно. Все говорят, что декан господин Смирнов имеет право провести он такое заседание. Нет, не в Конституции написано, что у декана есть такая компетенция не в регламенте Республики Молдова. Теоретически это возможно, для того, чтобы теоретически он был инвестирован. Вот он является модератором. Он был инвестирован в такой компетенции, потому что он является обычным депутатом. Для того, чтобы ему дали вот эту компетенцию, должны проголосовать именно 51 депутат. А есть 51 депутат, который дает ему такую компетенцию на территории Республики Молдова, исходя из принципа автономии работы парламента Республики Молдова. Он не имеет права такое делать. Вот эту компетенцию они должны дать уже после того, как будет созван иметь в виду этот парад? Вот хорошо, вот президент, например, не президент, говорю, а вот коалиция. Нам делают заявление, какая-то правящая коалиция создана, но все равно же нужно, тогда заседание парламента в этом случае тоже. А вот в этом случае кто должен? Так в случае, если есть правящая коалиция, либо есть договоренность по поводу того, что можно уже избирать спикера. Нашлось 51 голос. И кто вызывает парламент? В таком случае господин Смирнов имеет компетенцию именно по выбору, извините, спикера Республики Молдова, это единственная его компетенция, исходя из регламента Республики Молдова. После того, как избран спикер Республики Молдова, создаются уже на принципах автономии, каждая фракция представляет своих представителей в этих органах, после этого уже есть бюро, уже есть законноизборный спикер, и вот этот спикер уже начинает процедуру так называемого функционального парламента. об этом написано, о том, что именно только после того, когда сформирована коалиция, значит, тогда имеет право созвать парламент. Это есть где-то черным по белым прописано? Во-вторых, даже если какие-то вопросы не прописаны, то есть конституционный суд, который дает толкование и объясняет, как нужно рассматривать, как нужно истолковывать конкретное положение. В данном случае совершенно верно, потому что после того, как партии говорят о том, что у нас есть договоренность по поводу предложения председателя парламента, который будет избираться, конечно, когда мы говорим декан, который заседает, вот здесь то, что было сказано модераторами, потому что он является по возрасту. Это, кстати, параллель проводить с дипломатическим правом. Здесь декан дипломатического корпуса, который нигде не регулируется ни в одной конвенции, ни в Венской конвенции 61-го, ни в другой, но при этом у него нет протокольной обязанности. В данном случае здесь может быть не столько протокольной, но в любом случае, то есть после выбора председателя парламента автоматически председатель парламента приходит, начинается работа. Дальше комиссии, то есть фракции предлагают своих представителей, которые формируются в бюро, впоследствии комиссии и так далее. Это называется функциональный парламент. Потому что, если мы начнем исходить из того, из толковой, что раз парламент не работает, поэтому президент либо правительство может взять на себя такие обязательства, или как пример, то есть в международном праве об этом говорят конвенции, например, кто должен ратифицировать договор? Тот, кто прописан по конституции. И мы завтра скажем, парламент не функционирует, поэтому давайте дадим правительству право ратифицировать конвенцию. Никто не признает такую ратификацию. Здесь то же самое. Раз исходим из того, что должны быть созданы соответствующие органы, и после этого предлагать кандидатуру премьер-министра, значит, это является процедура. И теперь, господа политики, будьте добры, договаривайтесь, общайтесь, потому что за вашими спинами стоят люди, которые за вас голосовали, и которые ждут от вас конкретных решений. Но никак не вот эти обиды, которые происходят, и потом говорить о том, что давайте найдем другой выход. Нет, вот на то есть конституционный суд, который ставит всех на место и говорит, вот оно решение, теперь дальше договаривайтесь, как хотите, это уже политика. Я поняла. Но на сегодняшний день ситуация такова, что приходится нам рассчитывать на здравый смысл и добрую волю нашего политического класса. Поскольку мы знаем, как политический класс наш повел себя сразу после выборов, то эти надежды, они как-то тают на самом деле с каждым днем. И посему президент очень открыто уже говорит о том, что для досрочных выборов вероятность он оценивает в 90%. Вы меня сейчас очень удивили, что есть еще и третья дата, когда он сможет подписать свой указ о распуске парламента. То есть вы понимаете, то есть это получается, что необходимо, наверное, скорее всего сейчас так, опять же, обращаться в Конституционный суд и просить, чтобы Конституционный суд оценил все эти даты, о которых мы говорим, и может быть он скажет, какого числа он будет вправе это сделать. По-другому никак, да? Нет, есть разные формулы. Поясняйте. Может президент Республики Молдова, любой депутат, может, ну в принципе, президент Республики Молдова обратиться по поводу интерпретации нормы Конституции на счет того, когда истыкают сроки вот в одной ситуации, в другой ситуации. Либо есть другая формула, когда президент обращается в Конституционный суд с заявлением по поводу Дезалваре. По поводу распуска парламента, если есть ли условия для распуска парламента и на основании рассмотрения вот этого заявления Конституционного суда, Конституционный суд говорит, вы пекали эксчепчить через эксцепциональную формулу, что сейчас нету элементов распуска, исходя из того, что вот сроки начали истекать или начинают истекать из момента, как был создан функциональный парламент на территории Республики Молдова. Тут есть разные теории. Тут еще есть, потому что в Конституции Республики Молдова есть два условия для распуска парламента. Это блокирование законодательной процедуры и по поводу не избрания правительства Республики Молдова. По поводу премьер-министра есть решение Конституционного суда, которое говорит про императивный срок трехмесячный. Пока не ясно, от когда он истекает этот срок трехмесячный, исходя из новых обстоятельств на территории Республики Молдова. По поводу законодательной процедуры Есть другое решение Конституционного суда, которое говорит, что эти три месяца берутся во внимание только в случае, если парламент не принимает какой-то жизненно важный для Республики Молдова закон. Какой это жизненно важный для Республики Молдова закон для того, чтобы подключился этот трехмесячный срок? Я не знаю. Это мне напоминает другую формулировку термина резонабеля. Примерно то же самое. Но это не резонабель, проблема в том, что нужно найти тот закон. У нас было же такое. Закон о бюджете может быть жизненно важный. Есть какие-то элементы, но на данный момент я не вижу того жизненно важного закона, который бы позволил, чтобы тек срок трехмесячный по поводу законодательной процедуры, блокирования законодательной процедуры, по поводу трехмесячного срока на счет того, что не выдвинута кандидатура премьер-министра. Я вижу, что срок еще не начал течь. Я интерпретирую из-за решения Конституционного суда, что может быть и такая интерпретация. Поэтому у меня, опять же, это моя теория, что возникает еще одна теория. А исходя из вашей теории, тогда эти выборы, возможно, примерно в какой период? Я не знаю. После того, как будет функциональный парламент Республики Молдова, вот тогда начнет истекать срок трехмесячный. Вот нужно сначала создавать функциональный парламент, договариваться в функциональном парламенте, не находишь общего языка, после этого истекает эти три месяца. Когда это будет, я не знаю. Поэтому это уже зависит от политиков, а не от профессионалов. Знаете, мне сейчас жалко наших телезрителей, которые все это слушают и думают, господи, если они в студии, вот так вот столько вариантов они предлагают, то что же может быть на самом деле? Фадей правильно все сказал. Просто он слишком влез в юридические тонкости. Поэтому я бы свою тематику международного права, если начал говорить, то понятно, нужно немного попроще. Но это специфика. То есть здесь по-другому говорить нельзя. Потому что если мы начинаем упрощать вопросы относительно вот этих ситуаций, мы начнем говорить популистическими словами, то в принципе это создается впечатление, что у некоторых, может быть даже, что конституционный суд не нужен. Что можно логично, например, брать истечение 100-го дня или истечение 100-го дня. Но на то он и есть. Понимаете, я всегда провожу параллель, вспоминаю, когда решение Конституционного совета Франции, вот начиная после Второй мировой войны, и многие вопросы, кстати, по термину Лезонабел, когда вот тоже было, поначалу было немного странным для них, как они его принимали. Но зато потом есть определенные процедуры, которые все ссылаются на конкретные решения, например, Конституционного совета Франции. Или в других странах, в Германии тоже самое. Когда они принимают, они понимают, что другого выхода нет, и другого подхода быть не может. Но юристы, Конституционный суд во всех странах, они же учитывают и мнение ученых, и те, которые работают в этой специфике, в этой сфере. Это нормальная вещь и на уровне Международного суда, и на уровне Конституционных судов. Потому что теоретики, они разрабатывают вот эти концепции, и они приходят с аргументами. Я говорю теоретики, те, которые занимаются этой проблемой. И впоследствии, естественно, Конституционный суд, он же не принимает просто так из головы. Вот это то же самое решение по нейтралитету. Там же есть целые цитаты, например, взятые у конкретных юристов-международников из Румынии, из Франции, которые говорят о том, причем с начала XX века и по последние дни. То есть это главное. Мы не должны превращать вот эти вопросы в некий популизм. И даже если это немного сложно, даже если немного надоедливо. Понятно, что проще говорить, вызвать некоторых наших политиков, которые просто придут и будут говорить о том, что интересно, и устраивать шоу. Но это шоу из Конституционного суда, из парламента, из правительства, из президентуры устраивать нельзя. Это органы государства, представители, которые функционируют и которые являются лицом государства. А отсутствие нормальной ситуации, нормальной власти, функционирования парламента и правительства, это приводит к тому, что нет доверия к Республике Молдова, и мы не можем открывать двери. Тех же международных организаций, с которыми мы сотрудничаем, те же вопросы, которые связаны под каким-то международным договором, потому что никто не реализирует, никто не имплементирует, и толковать это можно долго и долго. Хорошо. И последний вопрос. У нас пять минут остается. Если можно, как-то более сжато отвечаете на него, вот чем чревата эта ситуация, с тем, что мы даже не знаем, когда парламент можно будет распускать, вот для экономики, для граждан, для социальной сферы? В любом случае экономическая ситуация дестабилизируется, если политическая ситуация не будет ладной. И это нормально, это предсказуемо. Уже происходят какие-то тектонические движения. Конечно, правительство, я понимаю, что оно пытается где-то стабилизировать ситуацию, но намного не хватит правительства нефункционального, ну, с неполноценными компетенциям правительства. Неполноценными, то, о чем я вам говорила. Для этого политики сейчас, в принципе, должны договориться. Я одно могу сказать. Политики всегда боялись вот именно не то, что конституционных судов, а технократов. Им же выгодно, чтобы у них была политическая какая-то автономия. А вот сегодня их пугает именно то, что конституционный суд намного активнее, и он пытается где-то регуляризировать их движения, когда конституционный суд констатирует, что они выходят из рамок конституции Республики Молдова. Мы, опять же, мы все только разговариваем по поводу досрочных выборов. Это должно быть, опять же, исключение. Политики еще не использовали все инструменты для того, чтобы дошли до какой-то договоренности. И у нас нет еще доказательств достаточного конституционного судов, для того, чтобы мы дошли до того, что мы уже можем разговаривать про досрочные выборы. Дискуссий, в принципе, таковых не было между политическими партиями. Это ненормально. Нельзя исключать дискуссии и сразу идти на досрочный выбор, потому что мне твоя шляпка не нравится или твоя шляпка не нравится. Ты избран, ты являешься государственным лицом. Ты должен договориться. И докажи и конституционному суду, и народу, что у тебя вообще нет возможности договориться. Но это не должно основываться на каких-то политических лозунгах, а должно основываться на серьезной аргументации. Спасибо. И вам коротко. Знаете, когда я слышу декларацию о том, что мы будем проводить досрочные выборы столько раз, сколько нужно будет для того, чтобы взять большинство, вот это является... А от кого такие слова услышали? Кстати, это является депутатами в парламенте. Вне зависимости, какую партию он представляет. Но это фразы были сказаны. То есть, когда появляются такие декларации, то возникает вопрос не только о моральной, но в том числе о юридической ответственности перед своими гражданами, которые тебя избирали. Потому что за счет кого происходят эти выборы, а то, что нет функционального или полноценного правительства, нет парламента, который действует, эти всегда будут пользоваться те, которые будут стараться где-то разрушить и расшатать экономику государства для того, чтобы выиграть. Это во всем мире происходит, и это тенденция, здесь ничего нового нет. Поэтому на политиках основная задача — это договориться. Поэтому они приходят в политику. Политика — это возможность компромисса договариваться в целях или на благо государства, на благо граждан. Причем всех граждан, в том числе каждый, кто за него голосовал. Но это граждане Республики Молдова, которые имеют право. Мы вас выбирали, будьте добры, работайте на нас. Пора уже исходить из того, что не граждане работают на политиков, а политики работают на граждан. То, что во всем мире общеизвестно, то, что у нас каждый раз говорят. Но, к сожалению, за последние 28 лет независимости мы видим совершенно обратное. А знаете почему? Завершу сейчас. Потому что граждане не наказывают политиков за то, что они себя так ведут. Вот когда наши граждане начнут, когда будут голосовать, будут учитывать эти моменты, вот тогда политики будут об этом задумываться. А когда наши граждане голосуют за политиков, которые находятся в отчете КРО, у меня есть вопросы. И я уверена, что у вас тоже, господин Гамуравь. Мне так кажется. Я благодарю вас за то, что вы пришли, за то, что у нас получилась беседа такая, наверное, не совсем острая, но я постаралась задать самые острые вопросы, которые только могли мне прийти в голову. Спасибо. Будем наблюдать. Да, и надеяться, действительно, вдруг будет еще какой-нибудь один шанс, и у нас будет сформирована правящая коалиция. Как-то вы так об этом сегодня говорили, что я стала, надо, наверное, понаблюдать. Спасибо большое. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»